На прием к Олегу Рожнову приходят самые разные люди с самыми разными проблемами. На этот раз к депутату поступило шесть обращений. Представители правления СНТ «Радар» в деревне Акулова не могут урегулировать отношения с некоторыми представителями товарищества. На общем собрании было принято решение о том, что мы выносим счетчики на электроопоры, для того, чтобы они были в зоне доступа правления, чтобы мы видели, сколько нагорает головат, чтобы не было у нас отрицательных всяких там сумм. Наступила пора, лето пришло, начали мы этим заниматься, составили договор с нашим электриком, он там взял себе помощника, все нормально. Значит, три члена кооператива у нас напрочь отказываются выносить счетчики. По словам Людмилы Васильевны, ситуацию усложняет одна из жительниц, которая не только отказывается выносить прибор учета энергии на внешние столбы, но и срывает собрание, хамит и пугает руководство кооператива своим высоким служебным положением, проверками и уголовными делами. Почему вы не привлекаете органов внутренних дел? Ну вот Антон Николаевич здесь, давайте, кто милиция? Пусть с ними этот, они напишут на нее, что она нарушала правопорядок, и пусть он на нее протокол составит, даже без штрафа протокол составит. Уже будет, а если этот протокол попадет через меня руководству, ну у нее не только депримирование, много других будет моментов. Но я бы на вашем месте действовал процессуально дальше, не стесняясь. К следующим на прием к Олегу Рожнову пришел директор Нарасановской детской школы искусств Владимир Замула. Пусть просьба о содействии с приобретением рояля для наших детишек. Возможно это ли? Ну, сразу скажу, мало возможно, потому что рояль – это серьезная... На какую сумму вы... Верхний потолок очень высокий, но начинается миллион триста шестьдесят. Ни для кого не секрет, у депутата есть на год 15 миллионов, исходя из того, что у меня 14 поселений разного уровня, даже включая такие, как Нарафоминск, по миллиону на поселение. Вот Кубинка – это миллион. Этот миллион там вот сейчас в этом году распределен каким? Экспозиции в музее, там это садик 17, вот мы были сейчас, садик 42, веранда для детишек, там малые игровые формы на улицу, 73-му садику 100 тысяч, там установка уличных игровых форм садику номер 7, значит, школе Акуловской же, школе на пластиковые окна 300 тысяч, то есть вот это деньги. Просто вы опытный человек, я думаю, что тоже поймете, что если я скажу, знаете, а я тут купил на все ваши деньги рояль одной детской школе искусств, ну, все скажут, наверное, рояль неплохо, но ты что-то как-то тут окна дует, течет, там детям гулять негде, веранда, ты рояль покупаешь. Поэтому у меня были такие просьбы и по другим поселениям, просили, но я вот именно так и объяснял, и вам так же объясняю. То есть давайте по порядку, первое, из депутатских денег это сделать неправильно. Так сказать, нет, возможно, но неправильно. Несмотря на то, что из депутатского фонда выделить деньги на рояль не получится, совсем без внимания просьбу Владимира Замула Олег Рожнов не оставил. Мы напишем, что просим при замене инструментов, приобретении в наших учреждениях, областных учреждениях, так напишем, что у нас есть училище, рассмотреть возможность передачи там бывшего употребления рояля Новоосановской детской школы искусства. Также к депутату обратились по вопросам реконструкции мемориала 32-й краснознаменной дивизии в деревне Акулова, организации работы автоперевозчика, обслуживающего маршрут номер 27 Кубинка на Рафаминск-Кубинка. И кроме этого Олега Рожнова попросили выделить средства для проведения ремонтных работ в Доме культуры поселка Кубинка-10 и оказать содействие в продлении договора о соцнаеме жилья в маневренном фонде, которое было предоставлено заявителю после пожара. Ни одну просьбу депутат не оставил без внимания. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова